Я была так возмущена. Во-первых, ну как это можно, не разобравшись, ничего, снимать деньги с моего счета. О том, что приставы оставили ее без копейки, пенсионерка Татьяна Пирогова узнала случайно. Подошло время платить кредит, а на счете денег не оказалось. Звонок из банка женщину огорошил. Во счет арестовали приставы на 313 тысяч рублей. Татьяна Анатольевна поехала в Абакан разбираться. К начальнику пошла, тот вроде разобрался, посмотрел действительно, что это не я, что исполнительный лист пришел на 1-го года Татьяны Анатольевны, 72-го года рождения. А у меня 54-й год рождения. Деньги приставы пообещали вернуть в трехдневный срок, но с тех пор прошло 10 дней. Управление рассказывает, заминка произошла из-за того, что пристав-исполнитель успела перевести деньги пенсионерке на счет банка, которому должна ее тезка. Банк с переводом средств назад не спешит. На прошлой неделе она направила требования в головной офис кредитной организации, с чьей пользой были перечислены денежные средства. Данный головной офис находится в городе Москва. И в ближайшее время, я думаю, в течение двух недель, кредитная организация перечислит данные денежные средства на депозит Абаканского городского отдела номер один. И данные денежные средства будут перечислены пострадавшему гражданину. Приставы отмечают в их управлении подобные ошибки происходят редко. За последние два года это третий случай. Елена Васютина, Владислав Откудинов. Новости, 7-й телеканал.